Я бы хотел начать с того, почему, собственно говоря, меня так заинтересовал Гарри Поттер. Это случилось довольно давно. Собственно, я еще не читал, я наткнулся на текст, который написало два гражданских активистки, оба очень православных. Одна называла себя православный психолог, а вторая православный педагог. И они рассказали, как это ужасно, если дети будут читать Гарри Поттера, и что с ними после этого произойдет. Я подумал, интересно, почему у людей, я еще не читал и даже не мог представить, что это будет, собственно, наверное, в каком-то смысле такой, то, что называется, большой наротик. Это книга нашего века. Это книга нашего века, на ней вырастают сейчас дети. И особенно, что любопытно, что уже, так сказать, выяснилось потом, что несколько лет назад Journal of Applied Psychology, или Social Psychology, по-моему, опубликовал очень хорошее исследование, в котором просто написано, что дети, которые читали Гарри Поттера, гораздо более толерантны. Это просто реальный результат прочтения Гарри Поттера. И тут возникает вопрос, что же там такое, вообще-то говоря, про меньшинство написано, что вызывает такой странный эффект. То есть, речь-то идет вообще, говоря, не о российских детях, а о вполне себе зарубежных, прямо, скажем, не очень ксенофобных. Но, тем не менее, есть разница, и эта разница чувствительная, она прямо измерена уже. И для того, чтобы разобраться в этом, мне кажется, имеет смысл немножечко посмотреть на то, неожиданное, для меня это, в общем, неожиданный результат. Вот почему. Потому что понятно, что вообще права человека развивались и создавались внутри большого нарратива, внутри литературы. Начнем вот с этого, да. Что литература, и тут я сошлюсь на классическое исследование историко-французской литературы, Лин Хант, которая говорит, которая, в общем-то, начинала свое исследование именно как историк французской литературы. Она не только французская, но и какой классической романтической литературы. Ричард Сона, прежде всего, значит, Памелла, Клариса. Это такие, знаете, драматические новеллы, в которых обычно несчастные девушки и обычно находящиеся в очень печальном положении, у них несчастная любовь, они долго мучаются, потом умирают. То есть, в общем, такая нерадостная история. Но дело в том, что все эти истории вызвали с точки зрения Лин Хант очень интересную вещь. Французское образованное общество первой половины XVIII века все читало Ричард Сона, она читала Руссо, собственно, новая Лоиза. И в этих текстах было два совершенно неожиданных для того, литературы того времени, вещи. Во-первых, главная героиня была героиня. Во-вторых, она была не герой совсем, да, она не на коне, там, не на белом, не с шашкой, не вперед вообще. Это про драму, это про гибель, это про страдание, это про чувства. И возникла массовая литература французская, как пишет Лин Хант, стала фабрикой чувств, фабрикой производства эмпатии. И не случайно, говорит Лин Хант, в этот момент исчезло традиционное европейское развлечение под названием публичная казнь. Вообще, до середины XVIII века в Европе хороший такой большой фестиваль, праздник должен был завершаться хорошей казнью. Нечастое дело, не то чтобы на каждый день, но вот по большим праздникам, так сказать, надо народ побаловать. И баловали именно казнями. Так вот, Лин Хант говорит вот что, она говорит, что вот эта совокупность, вернее, особенность того, что произошло с французской литературой, но не только с французской, с английской тоже массовой, во-первых, увеличилась, собственно говоря, грамотность, да, люди стали читать. Средний образованный класс читал, был, в общем-то, был поголовно грамотным. Но главное не в этом, а главное в том, что произошла, возникла такая фабрика производства эмпатии. И в частности, потому, пишет Лин Хант, что большинство из этих новелл были написаны как новеллы в письмах. Это было очень легко почувствовать себя, значит, человеком, который, от имени которого эти письма пишутся. И вот этот перенос, говорит Лин Хант, создал удивительную ситуацию, при которой чувство человека, когда вы читаете что-то, которое начинается от «я», «я чувствую, мне плохо», да, или «я там плачу». И это создавало феерические вещи. Лин Хант исследовала переписку, в том числе, между, а тогда уже была такая переписка между авторами и читателями. И вот один такой читатель, знаете, такой, я сейчас вот не помню, ветеран какой он войны, это Ричардсон, он пишет по поводу, значит, по-моему, Памеллы, он пишет следующее, что я там, а он там, знаете, суровый такой британский солдат, 30 лет послуживший в Афганистане, там, раненый, в отставке, значит, как выглядит солдат себе, представляете, после 30 лет службы, нет? Он говорит, я рыдал, он пишет Ричардсон, я рыдал, я представить себе не мог, что я не смогу спать, я буду плакать, я буду перечитывать ваш роман, потому что мне плохо, я совершенно не понимаю, что со мной происходит, вообще, что это такое. Да, возникло неожиданное ощущение, что у людей есть чувства, и эти чувства вполне себе есть не только у людей, но еще даже у женщин, вы будете смеяться, и не просто у женщин, а еще у женщин подчиненные, потому что там еще в этих романах очень важно, что эти женщины, они неравные, они, как всегда, они какие-то такие, вот там, это прислуга какая-то, или это какие-то, там, говернанки, это вот такие вот женщины. И возникло то, что Линхан называет изобретением прав человека, вот с ее точки зрения, права человека были изобретены внутри, собственно говоря, массовой литературы, как-то не странно звучит. Второе изобретение прав человека в этом же смысле можно отнести уже к середине 19 века, и, собственно, связать с именем Анри Дюнана, про которого вы, наверное, знаете, что это человек, создавший, человек с феерической биографией, человек, создавший Красный Крест международный, и при этом, так сказать, умерший, в общем, совершенно в безвестности и в нищете. Но при этом человек, создавший Красный Крест, сделал это при помощи одного, так сказать, акта литературного творчества. Он, как журналист, написал книжку «Воспоминания при битве Арсольферина», которая вполне доступна в интернете во всех языках, и с очень простой историей. Он рассказал, как тысячи, это не преувеличение. Битва Арсольферина – одна из самых кровавых битв Австро-Итальянской войны, и там, в этом городке, на протяжении недели тысячи человек на улицах умирали. И это не преувеличение, что струилась кровь, в прямом смысле этого слова, по улицам этого маленького итальянского городка. Так вот, описание этого ужаса стало доступным людям только тогда, когда, или стало частью, вернее, вот этого ощущения глобального стыда, который, собственно говоря, приобрел, вот это вот чувство сопричастности к этому ужасу, вернее, соответственности за этот ужас, привело к появлению Красного Креста, и привело, причем как он это сделал, как правильный, знаете, современный пиар-менеджер. Он не просто продавал эту книжку, он добился того, будучи человеком, он не просто с состоянием, но со связями, что эта книжка была, дошла до, так сказать, до топ-офишелс, да, до президентов, до королей, до премьер-министров ведущих европейских стран. Через пять лет после битвы с Арсольферина возник Международный Красный Крест, и это был безусловный успех. И что в тот момент не было напомнений Женевских конвенций, не было, да и в армии, как он сам написал, выяснилось, что во всей Астрийской армии было четыре хирурга на десятки тысяч умирающих раненых человек. Поэтому вот эта вся история, она еще раз говорит о том, как работает, да, это литература, центричное сознание, которое вполне может наблюдать какую-то вещь, но если она его прочитала, то это становится актом не только, так сказать, актом общественного беспокойства и общественного того, что Роберт Дриннен потом назвал «мобилизацией стыда». Но перед Робертом Дринненом, мне кажется, еще раз имеет смысл вспомнить еще Александра Исаевича Солженицына, чей «Один день Ивана Денисовича», как мне кажется, внес немалый вклад в делегитимизацию сталинского режима и Советского Союза целиком. Потому что «Один день Ивана Денисовича» – это просто один текст, который переведен, как вы знаете, там на много-много языков мира, именно потому что он как бы не страшный. Там ведь в самом тексте никого не убивают, не мучат, да, но мы очень знаем, что происходит вокруг, что происходит. И это один день какого-обыденного кошмарного ужаса. Это один день банального зла, как говорила Ханна Арендт на эту тему, да, она говорила, что есть такая вещь, как банальность зла. Что зло, оно не экзотично, оно не причудливо, оно вот в ежедневном ужасе и кошмаре, вот в этой машинерии, уничтожении людей, которое было в равной мере и в Освенциме, и в ГУЛАГе. И в этом смысле, так сказать, ГУЛАГ недооценен в этой части. У нас все знают про Освенцев и мало знают про ГУЛАГ. И поэтому вот это еще одна вещь, которая для советских диссидентов и для людей, которые думали о том, что происходило в Советском Союзе. Один день Ивана Денисовича, это еще одна литература, которая для российской, для советской интеллигенции, очень литература-центричная, была принципиально важна для понимания вот этого ужаса и нечеловечности советского режима, нечеловечности коммунистического эксперимента. Это был эксперимент унижения, уничтожения человеческого в человеке. Точно так же, как и нацистский. И вот бороться с этим можно разным способом. И Роберт Дринан, последний, которого имеет смысл здесь вспомнить, из многих авторов, которые об этом думали, назвал... Роберт Дринан, надо сказать, пастор. Вот еще что интересно. Он иезуитский пастор, ты при этом замечательный исследователь. Он назвал свою работу «Мобилизация стыда». Он говорит, что то, что мы делаем, то, что правозащитники делают через литературу, уже не только через литературу, через общественные компании, это не столько адресация к рациональности, сколько адресация к нашим чувствам. Это попытка вызвать человеческое в человеке. И прежде всего, он говорит, что наиболее сильно работает категория стыда. Вот есть такая категория стыда, когда нам стыдно, когда ребенок умирает от голода за тысячу верст от нас. И мы как бы к этому никакого отношения не имеем. Это другая страна, другое правительство, и мы вообще здесь ни при чем. Но это действительно вызывает вот это вот желание что-то сделать. И чувство ответственности, и стыда, что так происходит тогда, когда с нами все в порядке. Вот эта вещь, которая, мне кажется, очень любопытна для того, чтобы понять, как функционируют механизмы сочувствия и восприятия тех историй многочисленных, которые рассказывает Роулинг в, собственно говоря, саге о Гарри Поттере. Перед тем, как перейти к, собственно, к самому Гарри Поттеру, уместно вспомнить, что сама Роулинг вообще имела прямое отношение к правозащитному движению. Наверное, вы знаете, она долго работала в Amnesty International, она работала секретарем, она читала дневники и письма, в основном письма пострадавших от нарушения прав человека в Африке. И обычно так ее биографы, так сказать, пишут, что вроде как-то не очень там у нее сложилось, ее уволили в буквальном смысле. И я долго придерживался мнения, что все-таки, видимо, Роулинг не очень был хорошим секретарем, возможно. Но недавний скандал в самой Amnesty International, в котором выяснилось, что внутри самой корпорации всем, скажем, не очень все хорошо, и очень много людей жалуются на методы, и, собственно, один из сотрудников покончил с собой в Лондоне, а из Amnesty International, благодаря вот этой вот нездоровой атмосфере на работе, я подумал, что, возможно, Роулинг ушла оттуда не только потому, что ее, так сказать, она не устраивала, возможно, сильно что-то не устраивало и ее. А это довольно сильно объясняет ее некоторый критицизм к тому, что бы мы назвали правозащитной деятельностью, которая очень четко отслеживается, собственно, в Гарри Поттере. И теперь вот про меньшинство в Гарри Поттере. В Гарри Поттере представлены, прямо скажем, все меньшинства, возможно, в современном мире, в Гарри Поттере, включая ЛГБТ, где уже она, так сказать, дописала, скажем, эту историю, рассказав про Дамблдора, да, и теперь, значит, взаимоотношения между Дамблдором, значит, Гриндевальдом в этом смысле выглядят еще более, так сказать, разностороннее, чем они раньше выглядели, не просто как дружба. Вот, но за пределами этого, в основные, так сказать, события, связанные с меньшинствами, разворачиваются, собственно, на страницах самой книги, в основном. Прежде всего, какие категории, да, есть в самой книге? Значит, во-первых, есть то, что мы назвали вот граждане и недограждане. Потому что, если говорить в категориях волшебного гражданства, да, вот как бы волшебники, это такие вот полные граждане, чье гражданство не ставится под сомнение вообще. Ну, потому что они по рождению граждане, они по рождению волшебники, какие тут проблемы, да? Значит, возникает вопрос вот с этими, то, что называется, грязнокровками. У этого есть явно длинная история, потому что в Поттер-Мор, вот этом источнике, как бы добавляющем источников к пониманию Гарри Поттера, есть хорошая цитата, которая приписана Брутусу Малфоу, соответственно, предку Люциуса и Драка, которая говорит, что мы можем с уверенностью утверждать, всякий волшебник, проявляющий склонность к общению с маглами, в колостве столь слаб и жалок, что способен возрастить в собственных глазах, лишь окружив всеми магловскими свиньями, пристрастие к немологическому обществу, вернейший признак магического бессилия. И мы с вами наблюдаем, что вот это вот, ну, во-первых, понятно, что эта борьба была длинной, понятно, что и в Первую магическую войну, да, Грин-де-Валь тоже ее затеял ровно с тем же самым, в общем, лозунгом, да, для, так сказать, отечения крови, для восстановления былого могущества, так сказать, волшебников. Но самое важное, это здесь, конечно, то, что сама категория вот этой чистокровности, она, естественно, нас адресует совершенно в чистом виде именно к российским практикам, да. Это не только, собственно говоря, Mein Kampf, это все, что касается рассуждений вполне бытующих в современном мире о полукровках, о четвертькровках, вот это вот самое постоянное желание говорить о людях, как о лошадях или собачках, у которых есть вот такое количество, такой крови. А тут, значит, моя бабушка, как у классика, да, согрешила, наверное, с Ньюфауленом. Вот это обстоятельство любопытное заставляет думать о том, что есть внутренняя критика у этого. И критика, прежде всего, самой Роллинг, связана с положением не маглов даже, про маглов мы отдельно поговорим, а тех, кто является как бы не волшебниками в волшебном мире. Это сквибы. Вот это очень любопытный вопрос, мы к нему вернемся. Но вообще почему? Вот они явным образом дискриминированы в этом мире. Они как бы такие неправильные волшебники, да, недоволшебники, они недограждане. Они их вроде как не изгоняют и не изолируют, в отличие от других групп, о которых я скажу позже, но отношения к ним явно, прямо скажем, не очень хорошие. Потому что если мы посмотрим, как, скажем, Филч в романе описан, неприятно. Да, не менее неприятно описан и, собственно, Миссис Фиг, которая, значит, там по роману, значит, соответственный, тоже сквиб, которая отвечает перед Абблдором, значит, за безопасность Гарри Поттера. То есть фактически получается, что перед нами такая вот категория, расовая категория, такая, знаете, второго сорта. Вот если вспоминать градацию расовую, принятую в Южной Африке, то апартеид, как мы с вами помним, он же там не двойную градацию предложил, а тройную. Там были, значит, белые, там были цветные и были черные. Да, вот черные это вот совсем. Черные это вот как маглы в каком-то смысле, да, это вообще непонятно кто, да, у них никаких гражданств. У цветных-то какие-то права есть. Вот сквибы, они в этой категории попадают в цветные. И больше того, там даже есть упоминание, видимо, тоже уже не в самой книжке, а вне, что даже было общество, значит, помощи сквибам и борьбы за их права, так сказать. Вот как одна из способов защиты этого меньшинства. Но это, кстати, не единственная метафора и не единственное основание думать про эту группу, но тем не менее. Вот сквибы как отдельная категория внутри этого волшебного сообщества. Вторая категория внутри этого волшебного сообщества, которое имеет смысл вспоминать, я сейчас говорю про магические уже популяции в целом, именно другие, да. Понятно, что разница принципиально другая для этой категоризации, потому что там это просто разница, как бы не волшебный волшебник, такой, да, не, так сказать, гражданин без права гражданства, такой, знаете, апатрит, если угодно, все-таки человек, но без связи с государством. А тут все-таки, как бы, они не люди, а такие вот создания, да, волшебные. И эти создания, очевидно, по отношению к ним, волшебный мир себя ведет абсолютно, так сказать, через систему, через логику апартеида. Это чистый водой апартеид. Если вы посмотрите, помните, как появляются и в связи с чем появляются кентавры в романе? Где они появляются? Помните, где они живут? Да, и почему они там живут? Потому что есть договор некий между Министерством магии и кентаврами, что они только там могут жить. Это типичнейшая резервация. И в кентаврах, конечно, очень сильно прочитывается First Nation, как бы мы сказали, Native American. То есть, фактически, это они. С особенной такой экзотической... Они не очень сильны, зато вот они сильны в каких-то там предсказаниях и в прорицаниях и в астрологии. Причем, что интересно, да, мы с вами наиболее любопытного знаем там Флоренса, да, который близок к Дамблдору и, больше того, даже получает приглашение преподавать. И какова реакция? Это тоже очень любопытно. Какова реакция самого этого сообщества кентавров? Они его изгоняют. То есть, фактически, он подвергнет астракизму за то, что он, так сказать, с людьми решил наладить более тщательные отношения. Больше того, если мы вспомним, кто ответственный за... Это тоже такой любопытный пример. Это, кстати, к вопросу о том еще, как сильно Роудинг ненавидит бюрократию. Но там даже в этом внутри есть такая ирония. Потому что, если вы помните, в Министерстве магии есть подотдел работы с магическими тем самым. И там есть департамент кентавров, который невозможно... Который не существует, потому что ни один кентавр туда не обращался. Поэтому есть такое насказание, что, так сказать, послать в департамент по работе с кентаврами, это значит, что скоро уволят. Вот перед нами еще одно совершенно поразительное свидетельство того, что волшебный мир попросту фиксирует, изгоняет тех магических существ, держа их попросту в резервации. А неправда ему отвечает примерно тем же самым. Примерно тем же самым отвечает магическому миру и великаны. Если вы помните, да, что где великаны живут? Они живут далеко, да. И больше того, они там и должны жить, в горах. И нигде больше. Это другая резервация, которую волшебный мир установил для этих созданий. При этом они явно очень недовольны, если мы с вами помним, да, что великаны немедленно встают на сторону Волдеморта по вполне понятным причинам. Мы не знаем ничего про их, так сказать, этот самый, но вполне понятно, что если вы живете в резервации, то если вам что-то кто-то пообещает, правду или нет, то вы, наверное, примкнете к тому, кто вам пообещает освобождение. А Волдеморт их явно именно это и обещал. При этом надо сказать, что отношение это к самим великанам, ну, во-первых, мы с вами, то, что мы знаем по знакомству даже с Грохом, да, там, в общем, они, видимо, так сказать, небольшого ума создания, прямо скажем. Но любопытно, что и, собственно говоря, внутри Хогвартса, вот если о нем говорить, то там же есть один родственник великана, собственно, Хагрид, он же полувеликан, да. Ну, и совершенно неудивительно, что именно на Хагрида решил свалить потенциальную вину, так сказать, Волан-де-Мор, Том Реддл, в ситуации, когда ему надо было кого-нибудь выбрать для, так сказать, обвинения в создании вот этого. Ну, во-первых, потому что Хагрид действительно занимался всякими опасными существами, прямо скажем, но, во-вторых, потому что он был, именно он был полукровка. И в этом смысле это очень не просто полукровка, он еще и полувеликан. И в этом смысле, да, перед нами, и, да, и, естественно, как только, да, вам помню, с вами возникает вторая, якобы открытая дверь, да, с тайной комнатой, то немедленно, значит, Хагрид тут же отправляется прямиком в Аскабан. Что же замечательно, как сказать, с точки зрения того, как там еще отдельная история, как это функционирует, эта правовая система, прямо скажем. Но вот это очень показательно. И есть еще один персонаж внутри, собственно, Хогвартса, про которого мы знаем, который тоже связан с другим любопытным меньшинством, это, собственно говоря, гоблины. Гоблины показаны, я тут прочитал совершенно замечательный доклад одной уважаемого профессора из университета Бары-Лан, которая, значит, говорит о том, прямо вот рассказал о том, что гоблины – это прямо вот такое яркое антисемитское высказывание. Ну, потому что они, видите, какие маленькие, значит, носами и сидят в банке. Ну, кто же это еще может быть-то прямо? Да, и плюс к тому, значит, дама из университета, профессора из университета Бары-Лан, она говорит, ну, смотрите, вот евреев-то нет, вот там всякие разные есть, а евреев-то нет, зато есть гоблины, значит, которые противные, значит, скряги, все время с деньгами, там, банк Гринготс, значит, ну и нос, ну вот чего. Ну, чисто антисемитизм. Я думаю, что это некоторое преувеличение, но то, что прямо за этим видится, это то, что историки и социологи изучения меньшинств называют экономическое или там экономическое меньшинство или меньшинство-посредники. Они в разных странах были разные, собственно, евреи были в никакой Европе, потом стали протестанты, что, кстати, объясняет некоторый повышенный антисемитизм протестантов в отношении евреев, в отношении к католикам. Или, скажем, армяне в Османской империи, за что, собственно говоря, они так и пострадали. Это были просто торговые меньшинства, были меньшинства, специализирующиеся на торговле. И в этом смысле, наверное, здесь рассказывают историю, когда побежденный, а мы помним, что гоблины воевали с волшебниками и проиграли, да, побежденный народ, так сказать, нашел себя вот в этом торговом, так сказать, гетто, и он тоже, в общем, в резервации, да, мы не знаем больше ничего. За исключением одного единственного примера, это Флитвик. Профессор Флитвик, он имеет среди, да, почему маленький, потому что среди дальних родственников у него, он, значит, собственно говоря, гоблины. Но это единственное исключение. Во всех остальных случаях мы с вами видим, что гоблины только, так сказать, вот в этом, в этой торговле никуда больше не высовываются. Это называется чистой воды геттоизация, да, когда определенная группа жестко привязана к определенной экономической деятельности, это называется экономическая гетто. Это может быть даже сколь угодно выгодно, но это вовсе не является доказательством соблюдения их прав. Собственно, вот это и вызывает, да, ну и наконец, наконец, собственно, самое главное вещество, вокруг которого, собственно, больше всего копий в этой, собственно, в этой саге, это домашние эльфы. Домашние эльфы, значит, можно по-разному к ним воспринимать, но есть одно из таких прочтений очевидных, что это вот прямо как такие явные афроамериканцы. То есть это афроамериканцы эпохи до освобождения рабов в Соединенных Штатах Америки, это такие вот, то, что называется домашние рабы. Потому что на юге Соединенных Штатов Америки до, собственно говоря, гражданской войны, очень многие белые фермеры, они не были латифундистами. В таком вот, знаете, в латиноамериканском смысле этого слова у них не было огромного количества земель и не было громадного количества рабов. Очень многих семей белых была одна семья рабов, которая на нее работала. И это создавало очень странный тип такого, знаете, домашнего рабства, при котором как бы вроде как и раб, но вроде как и существуют какие-то явные очень личные отношения. Которые, между прочим, очень точно описываются у Роулинг, когда Кричер, собственно говоря, отвечает Поттеру, почему он вернулся. Потому что мастер мне сказал вернуться, а для домашнего эльфа, да, его желание мастера, это главный, единственный приказ. Он должен его исполнить во что бы то ни стало. Поэтому я вернулся. И мы знаем, собственно, главный, да, главный, какой главный персонаж из домашних эльфов, которым мы сталкиваемся. Добби, конечно. Но Добби абсолютный и полнейший маргинал из домашних эльфов. Это совсем. Потому что, во-первых, он единственный, вообще единственный эльф, который не просто хотел на свободу и добился этого, прямо скажем, очень честным путем. Вообще, сколько эльфов освободилось, так сказать, во всей саге за все время описания? Сколько? Двое. Добби и Винки. Винки, которая служила у Крауча, и, собственно, Добби, которые, значит, больше не было. Значит, каким образом? Помните, значит, Добби, попросту говоря, да, смухлевал. То есть не он смухлевал, а он хотел освободиться. Но этим он категорически полностью отличался от того, что, от того ощущения, которое было. А Берти Крауч старший принудительно подарил ей одежду. И вы помните, что с ней случилось? Да, она опустилась, ходила лично пьяная, грязная, значит, в буквальном смысле, да, чистый, вот, маргинал прям визуальный. И говорила примерно следующее, да, что, да, Винки запятнавшийся эльф, но Винки зарплату не требует. И Винки так низко не пала. В Винке очень-очень стыдно быть свободной. Это одна из, да, и дальше, соответственно, возникает вопрос, собственно, связанный с пародийной ситуацией, которая, там, по-разному переводят в разных переводах, да, когда Гермиона создает это говне, да, вот этого общества, значит, борьбы за освобождение домашних эльфов, то ее просто, на ней все издеваются, на ней просто все смеют. Причем, во-первых, на ней не смеются, значит, сами эльфы, которые в ней берут ее одежду, даже в руки, да, хотя она вроде ее разбрасывает. Во-вторых, на ней издеваются собственные друзья постоянно. Там в одном из, это кажется, в Кубке Огня, там прямо, прямо такой диалог есть. Где, говорит, у нас кухня спросила, значит, спрашивает Гермиона. А Джорджи отвечает, кухня? Ты собираешься поднять восстание среди домовых эльфов? Нет, их место на кухне, их место готовка, так сказать, а наши, так сказать, и все. То есть, ну, тут еще одно, конечно, меньшинство прочитывается довольно сильно в этой истории. Но в целом, да, они классические, такие вот идеальные рабы, да, они, а, не хотят свободы, они невидимы, и они, собственно, никакой свободы не требуют. Правда, выясняется, тут, конечно, Гермиона, тут Роллинг создает ситуацию, при которой рассказывает, как сильны рабы, если они хотят свободы. Потому что, если мы помним, да, каким образом, собственно говоря, перемещаются, каким образом Добби вообще их всех спасает перед смертью. Потому что, в отличие от волшебников, где они ставят, они не забывают ставить защиту от волшебников в трансгрессии, да, про эльфов никто не думает, что они могут пойти кому-то наперекор. И поэтому, да, собственно говоря, вот так легко он трансгрессировал, так сказать, и вытащил их оттуда, правда, ценой собственной жизни. И, кстати, замечу, что когда его хоронил, помните, что Крюкохват говорит, что вы необычный волшебник? Ну, это, кажется, все-таки, я не помню это в книге, кажется, это все-таки в фильме. Но фокус именно в этом, что Гарри оказывается еще необычным волшебником в том смысле, что он, в отличие от многих, включая, кстати, Сириоса Блэка, он относится к Добби по-человечески. Ну, с одной стороны, они, конечно, немножко сроднили с тех пор, как его Добби несколько раз чуть не прибил. Чувствуешь прямо родственную душу. А с другой стороны, вот очень важный момент, что у Гарри же вообще-то были другие примеры. Собственно, Кричера, над Кричером тихо и постоянно издевался, собственно, Сириос Блэк. Да? Ну, тот ему отвечал, такой же, сказать, монеты. И, между прочим, когда вот Гермиона это поняла, потому что она услышала другое совсем. Она услышала от Кричера, что, оказывается, пожирательница смерти Беатриса и, господи, и вот эта мать Люциуса, да, господи, да, они к ней, они по-доброму к нему относились. И, между прочим, это стоило Сириосу Блэку смерти, потому что фактически это его привело к этому трагическому концу. Но очень любопытно, что происходит дальше. Ну, да, мы знаем, что совершенно, так сказать, бесконечная эта история с освобождением, на которой все смеются. Но интересно, что когда Поттер это понял, он поменял отношение к Кричеру, и Кричер уже потом, так сказать, учитывая в предыдущий весь опыт, только надо было бы попросить к нему, надо было только уважительно обратиться к нему, надо было только дать ему почувствовать себя, так сказать, человеком. Да, и тут же немедленно он меняется, он настолько меняется, что кто возглавляет армию домовых эльфов в последнем бою с Волан-де-Мортом в, собственно, Фогварте, это был Кричер. И дальше, вот интересно, при всем при том, да, дальше мы потом знаем из каких-то этих источников, что вроде Гермиона потом, перед тем, как стать министром магии, и, в общем, добивается там каких-то каких-то особенностей, и возглавляет, так сказать, именно отдел по борьбе, в смысле, по борьбе с дискриминацией домовых эльфов. Но что мы знаем в конце, что Гарри очень хотелось домой, где ждал его, так сказать, из Бетерброда, сделанные Кричером. Да, вот, вестящая история, да. То есть все на своем месте, абсолютно, да. То есть эта победа никаким образом совершенно не поменяла положение домовых эльфов с точки зрения... И самое это любопытное с точки зрения реальной правозащиты, это следующее. Это реальный конфликт между тем, что мы понимаем, как универсальные права, и той повесткой дня, которая может формироваться внутри определенного сообщества. Это не обязательно совпадающие вещи. В общем, многие религиозные сообщества могут говорить, слушайте, нам ваша вот свобода совести, вот совершенно неинтересно, отвяжитесь от нас вообще, да. У нас есть совершенно другая... Мы говорим, товарищи, вы имеете право на свободу совести. Нет, нам не надо, нам и так хорошо. Или там, свобода слова. И тут возникает именно вот этот конфликт, да, когда, собственно, конфликт, который описывает Роулинг, в общем, довольно злой издеваясь над Гермионой, который вот пытается таким образом, да, спасать эльфа без эльфов, да. Она же не... Она даже, ну, сдоби, насколько мы вот видим, да, она не спрашивает его, да, как, зачем, почему. Нет, она как бы... У нее есть в голове какая-то идея, как это все делать. В этом во многом, мне кажется, очень сильная критика того, что делает Amnesty International в том смысле, да и вообще правозащитные организации международные, что есть какая-то общая повестка дня, и никто не спрашивает, что... Ну, зачем? Мы и так все знаем. Есть какие-то общие представления о жизни? Что тут? Вот. Это в высокой степени сильная критика, и это в высокой степени, которая, значит, можно смотреть. Но еще одно меньшинство, которое здесь, безусловно, представлено, а это маглы. И тут... Я вот сам бы не додумался, честно, это не... Тут, в общем, много-много из чего. Тут я прочитал просто, что исследователи, которые занимаются, это, что называется, death studies, ну, или исследованием инвалидов, конкретно, да, глухих в данном случае, они сказали, ребята, волшебники, это как глухие. Вот это вот реальный историк, они стали описывать... Смотрите, вот, что происходит, когда у двух обычных людей, да, без инвалидности, рождается глухой ребенок. Он абсолютно, он категорически, да, другой. Они не могут с ним общаться. А у них абсолютно... У них разные миры. Но зато, кого он чувствует как своих, это как только он попадает, да, в школу специальную, где с ним умеют, и его учат разговаривать на языке жеста, и он с которым он может разговаривать, и он с ними говорит в буквальном смысле на одном языке, в отличие от своих родителей. И этот мир, в который он попадает, мир... Вот, я тогда русского все время вспоминаю, да, помните, это страна глухих? Вот, это совершенно другое ощущение, которое, говорит, возникает. Причем больше того, в буквальном смысле они описывают, а есть еще такая традиция, в которой довольно много родителей не отдают, они всячески препятствуют образованию своих детей в таких школах, считая, что, ну вот, они не хотят признавать эту инвалидность, мы, так сказать, и так хорошо проживем. И это буквально поведение дурслей, да, которые скрывают, которые считают волшебные, значит, характеристики своего приемного, значит, сына буквально инвалидностью, да, они ее стыдятся. Причем инвалидность это такое, значит, плохого свойства, да, они ее стыдятся, они ее скрывают. Вот. И вот это любопытно, что да, и, соответственно, и еще более интересно возникает ситуация, когда ситуация возникает наоборот, то же самое, когда у двух неслышащих родителей, а это я прям наблюдал в празднике своей, возникает, ну, рождается обычный ребенок, который умеет говорить и слышать, и он не знает, как это объяснить родителям, причем с самого детства не знает. Он с ними таки может общаться, потому что, как правило, учится, чтобы общаться с родителями, но он чувствует, что у него между ними родители просто это два разных мира. И поэтому вот отношение к маглам, да, при этом, при этом, если вообще воспринимать маглов вот того, сейчас вне этой метафоры совершенно отдельно, как применить, например, категорию гражданства, да, или категорию, так сказать, идентичности. Мы понимаем, что вот это вот преимущество волшебного мира – это такое вот, это привилегия, да, а маглы – это такие совершенно лишенные субъектности какой-либо персонажа, между прочим. Они могут быть каким-то образом вовлечены как бы в жизнь, да, волшебного сообщества, а с точки зрения Гарри Поттера это вообще единственная жизнь, где, каким образом, только если у них дети рождаются волшебные, да, как иначе, никак иначе, да, и в противном случае ведь этот мир должен быть совершенно где-то вот, он должен быть исключен. Есть целый ряд законов по тому, чтобы о волшебном мире не узнали, есть целый ряд законов, которые карают, так сказать, за… Да и, собственно говоря, сами волшебники, вот особенно те, которые чистокровки, да, они откровенно презирают, да, Баглов, причем больше того, если мы помним, как Льюзо Смалфой издевался, да, над Уизли, что-то вот с этими багловскими изобретениями, так сказать, да и, собственно, судя по зарплате, который получает Уизли, и одновременно с тем явно скромным положением министерства, которое он занимает, занимаясь, ну, профессионально этим, явно показывает, что, в общем, маглы не интересуют особенно волшебников, да, то есть вообще, то есть речь о том, чтобы была какая-то универсальность в этих правах, да, при этом нам все время рассказывают, что да, как будто бы вот настоящий это Дамблдор вот тоже говорит, что вот все одинаковые, нам все время рассказывают, нам все время продают историю, что вроде все как вот, и вроде что волшебники-то бьются за то, чтобы, значит, но как-то они чаще всего бьются против вот этого вот грязнокровства, но вот так вот, чтобы они чисто дрались за людей, там все время об этом говорится, как, ну, вот так мы безобразным деянием, но тем не менее, кто такие жертвы? Жертвы по именам названы когда? Тогда, когда они волшебники. А когда погибли какие-то там маглы, кто их будет называть вообще? Нет, там было несколько маглов, которые погибли, но они... Сторож, например, он вообще, у него имя есть? Понимаете, вот это поразительная история. Нам рассказывают историю, в которой как бы вообще про все человечество, но нет. Оно все про волшебный мир, а человечество это так вот. Про это отдельно, в общем, стоит поразмышлять, потому что, как мне кажется, еще одна такая большая беда в современном мире, это про то, что книги-то всегда, они могут быть очень хорошие, и кино, и книги, и игры, они все замечательные, но только человека там нет. Или человек какой-то ужасный... Ну так-то говоря, я вообще поражаюсь, если подумать о Гарри Поттере, это вообще великий герой, потому что защищать людей, прожив, так сказать, 12 лет у дурслей, не, ну они просто омерзительны во всех своих проявлениях. Так-то... Это ж надо какое иметь... И это большой вопрос, откуда, собственно, Гарри Поттер знает, что люди вообще хорошие? Как, у него вообще родители волшебники? А эти вот мерзкотварьи просто, да, что один другого гажа. Причем прямо вот в каждом своем проявлении ничего человеческого абсолютно. Они противные, мерзкие, они унижают, они за ним издеваются. И вот эта вот история, она, между прочим, там хороших-то людей нет. Ну, кто там хороший человек? Понимаете? Это очень любопытно. Но во многих других книгах, тоже больших книгах, там, скажем, в, собственно, в саге о кольце, да, там ведь люди, между прочим, самые, что не называется, пренеприятные существа. Из-за них все... Они, источник всех бед среди земноморья, из-за них вообще все это разваливается. В конечном итоге. Самые противные – это люди. Поэтому вот это такой вот, с одной стороны, понятный скептицизм для 20 века, который, в общем, понимают, люди видят, да, что одни люди могут делать с другими, и поэтому про природу человека хочется какой-нибудь гадости сказать, конечно, в целом. Но одновременно, конечно, возникает вопрос, что, да, человек вообще исчезает как центр какого-то деяния, как субъектность, да. У нас очень часто эти самые герои – это герои либо сверхлюди, либо не люди вообще. Потому что, когда смотришь на вот всех этих, ну, любой, любой фильм, любую книжку, возьмите сейчас там фэнтезийную, там кто главный герой? Это человек, который укусил, например. То есть он не человек. Нет, он очень хороший, он за людей, конечно, горой, но люди там ни при чем. Там, так сказать, его личная драма, да. Он становится, так сказать, сам себе героем и сам себе освободителем, в конце концов. Вот. Ну и еще один, может быть, последний сюжет, который, в общем, точно так же можно относиться к Гарри Поттеру как источнику феминизма. Потому что, конечно, в «Домашних эльфах» многие феминисты склонны видеть вообще не афроамериканских рабов, а исключительно женщин. Ну, потому что чистой воды, да, кухня, невидимость, абсолютное угнетение. Ну и такая явная патриархальная матрица, которая как раз проводится через наиболее симпатичные семьи. И какая там симпатичная семья единственная? Уизли. На которую Поттер все время смотрит, на которую он тянется. Ну, она же классическая семья, там много детей. Вот такая классическая мечта традиционных ценностей. Значит, папа на работе, мама готовит, и много детей. Классическая патриархальная матрица. А опять же, радикальные феминистки, или левые феминистки, они говорят, слушайте, посмотрите на Герман Грейнджер, она же чистой воды, вот мечта такого вот нормального патриархального освобождения. Потому что она такой либеральный феминист. Вроде как женщина, да, но смотрите, она же добивается всего. Примерно так же, в общем, как добиваются другие женщины, просто других обстоятельств. Там Белитриса Лаэй-Стрейндж, ну что, не добилась? Ну, добилась в определенной степени. Или там Долорес Амбридж, тоже в других обстоятельствах, да, вполне. То есть, просто вот в заданных условиях человек может себе такие, значит, развиваться без изменения вот этой вот самой патриархальной матрицы и без, значит, без вот этого самого, без критики того обстоятельства, при которых существует вот это вот вполне себе очень архаичное, между прочим, общество. На самом деле, это волшебное общество, которое описывает, собственно говоря, Роулинг, это не просто общество, в котором много проблем связано с правами человека, прямо скажем, но это общество невероятно архаическое. Я же по патриархальности не говорю, там невероятно архаическое право, невероятная архаическая система управления, вообще не демократическая система, в принципе. То есть, мы еще, вообще говоря, имеем дело, вот так, если посмотреть, с волшебным миром, в котором нет демократии, в котором патриархальная матрица, в котором предполагается, что добро побеждает зло, как говорил Хармс в неизвестном науке способом. Потому что понять, что меняется, да, от того, что там хороший, там, так сказать, Кингсли Брустер стал в результате министром магии, и что он сделал, спасибо ему, он отменил дементоров из Кабани. А то, что, так сказать, все остальное остается на месте, да, это фактически, да, мало что меняет. Тут еще много, много можно сюжетов таких небольших смотреть, но любопытно, что для меня «Гарри Поттер» это достаточно скептическая и не очень веселая книга. Потому что, во-первых, в ней очень много конфликтов, которые не просто не доводятся до конца, а которые попросту фиксируют, да, или отражают, ну, конечно, в высокой степени условности, как любое искусство, отражают те противоречия и проблемы, которые существуют в международной практике защиты прав человека и международной практике защиты прав меньшинств, прежде всего. Это во-первых. А во-вторых, все они, конечно, в высокой степени либеральные, тут масса есть оснований для левой критики, безусловно. Вот есть масса оснований для другой критики. Вот для левой критики, например, Гарри Поттера, есть замечательный текст в интернете, просто прочитал с восторгом, «Гарри Поттер – настоящий тори», то есть такой суровый консерватор. В общем, ну, если иметь в виду конструкцию, то да. А есть еще, значит, вот, если вспоминать, что дальше, я вот, например, полагаю, что Гарри Поттер все-таки такой тип правозащитника в высокой степени, но вот коллега, оппонент мой, Григорий Колосов, например, значит, раздраженно, значит, отреагировал, значит, на мое это заявление, значит, написал, что какой же он правозащитник? Он, значит, рвется в Министерство магии, а потом, значит, работать мракоборцем. Это, говорит, не по линии правозащиты, это по линии МВД, так сказать, или ФСБ, смотрите как. Вот, короче говоря, по-разному, конечно, в этом величии этой книги в известной степени, да, можно разные вещи там находить и узнавать, или интерпретировать, но то, что она, как правильная, большая литература не дает ответов, это, конечно, ее скорее сила, чем слабость, то есть не то, чтобы, не то, чтобы, так сказать, я ее упрекал там ролик в том, что она не объясняет, как жить, слава богу, поэтому она и великая литература, потому что если бы она объясняла, как жизнь, она была бы унылой сказкой. Да, а так, это, конечно, жизнь, это такая во многом противоречивая и во многом сложная, непрямое, конечно, зеркало тех проблем, которые имеет смысл вспоминать, читая Гарри Поттера, и поэтому я, мои студенты в настоящий момент работают в рамках моего курса по Minority Rights, так вот и делают Policy Recommendations, как, собственно говоря, исправить проблемы с меньшинствами в Гарри Поттере. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот, что же я сделал-то? А Демен Мирг hello to stay in the room? А вот, вот, кстати, это очень хороший вопрос. Я не дошел до этого, там есть еще несколько вопросов. Есть вопрос, знаете, вот с Люпином, потому что вот, например, товарищи, так сказать, оборотни, они кто? Они с двух сторон, да? Потому что есть такой хороший, как бы, инвалид Люпин, который очень хороший, но вот в какой-то момент он срывается совсем. Я про себя думаю, про Люпин, знаете, как такой образ наркопотребителя, потому что он хороший и замечательный, только до момента, когда его снесет. А когда его снесет, все. Да, вот это другой человек, который может убить кого угодно. А с другой стороны есть, да, этот Фенрир, да, который с той стороны, значит, который всех кусает. Понятно, что не обязательно приводить. В принципе, дементеры все-таки, на мой взгляд, не совсем, они кореи сущности, судя по всему, потому что у них нет ни имен, ни... Они такие, по-моему, такие полу, как сказать, хтонические создания совсем. То есть я бы не думал про дементеров, как про группу вообще, в каком-то смысле. Они довольно ограничены и, судя по всему, скорее, это, скорее состояние, чем сущности. Я бы их не считал, как такие существа, во всяком случае. Возникает еще интересный, кстати, момент, связанный с правами животных в Гарри Поттере, поскольку это тоже чрезвычайно любопытно. Именно история с... Ну, там много всяких животных, про которые можно вспоминать. Но история, собственно говоря, с... С Грифоном, да, значит, совершенно замечательная, потому что она, помимо всего прочего, еще рассказывает, как безобразно работает правовая система, собственно говоря, в этом мире, где вообще-то так легко, так сказать, уничтожить животное. Но одновременно это еще и про реальные вопросы, которые стоят в области прав животных, кстати, в современном мире. Потому что они, правда, расширяются и расширяются местами так, что заставляют думать о животных как о носителях, как о субъектах права, собственно. Это, ну, не мной придумано, опять же. Но, понимаете, если уже в ряде юрисдикций реальное, так сказать, заключение тюремное люди могут получить за убийство Рангутана, то это означает, что сам Рангутан начинает приобретать уверенно, так сказать, черты, собственно говоря, человека. Как, я так думаю, вообще логично бы это точно так же предусмотреть для дельфинов, например. И тогда возникает еще вопрос, да, ну, хорошо. А с другой стороны, да, у нас реальные наследства получают кошки, да, как вот эта кошка этого, а? Да-да-да, Лагерфельда, который получил там сколько-то, сотни миллионов долларов, да? Вот уж с субъектностью все в порядке, вот я думаю, вот тут совсем все хорошо. Но это, опять же, это про то, что, да, любопытно думать, где заканчивается это сообщество, где начинается. Потому что я вот про дементоров так не думаю, а вот про, скажем, про оборотни, да, про оборотни любопытно, они явно, ну, они персонажи, они действующие лица. Вот как это понимать? Это размышление про болезнь или это размышление про состояние? Все-таки, кто-то отрицает то, что оборотни, да, это волшебниками, но просто их сторонятся везде, в особенности. Да-да, интересно, кстати, в этом смысле понять, на что похожи эти самые, которые они маги. Почему, почему анима? Вот, понимаете, понятно, что все-таки фантазия, фантазия не обязательно должна, как бы, она не обязана нам совпадать с, как бы, да, с реальной жизнью. Просто интересно, какого рода ассоциации, аллюзии могут возникать в этом смысле, конечно. Ну, понимаете, я вот тут поблагодарю. Я не боялся так сделать хотя бы потому, что это в высокой степени демонизирует, да, понимаете, это все-таки болезнь, страшная, но болезнь. А я как раз думаю про другое, что для меня как раз скорее, там, не знаю, Финдрир – это такой вот облазобойный алкоголик, который всех спаивает, примерно. Ну, что-то в этом роде. То есть для меня это скорее социальное вот такое поведение, да, которое, которое скорее болезнь, с которой там тяжело бороться, да, потому что, ну да, мы все знаем таких людей, да, которые очень хорошие и милые, и трезвые. Я как-то так выпил, становится просто исчадьем и атом. Вот это, я всегда думал, что это скорее такой образ, чем, чем, потому что, потому что люди, живущие с ВИЧ-спид, это не, мне кажется, ну, мне не кажется это удачным, удачным сравнением. Так, Люпин, да, но есть же Финдрир с другой стороны, они оба-оборотни, в общем-то. Нет, ну, опять же, то есть я как бы так сказал, что для, мне кажется, что для целей, так сказать, демаргинализации ВИЧ-сообщества это не очень хорошая формула, потому что, да, кто вам сказал, что может быть, а может такой, а может такой, да. Нет, извините, это просто все люди, да, с определенным совершенно ВИЧ-статусом. Спасибо, Даша, классная экскурс, а у меня какой-то вопрос, наверное, скорее, специально. Мы будем этим принципом, вот эта история, она же очень популярна, в смысле, в ходе всякой вселенной, в целях параллельных дел, это выросло, и вот эти просто нерешенные вопросы, поставленные очень много сложностей, которые Робин высказала в этих книгах, они скорее должны наукнуть на что-то позитивное и продуктивное, или их решение все-таки показать, что вы не совсем, что вы не знаете, что вы не знаете. Ну, смотрите, во-первых, я начал с того, что исследования показывают, и достаточно хорошие исследования, не вообще английские ученые доказали, да, а вот именно, правда, это самое исследование, что люди, прочитавшие и выросшие на Гарри Поттере, более толерантные и более принимают различия, очень разные, от сексуальной ориентации до, я не знаю, там, расовой, там, какой-нибудь языковой и так далее. Это примерно означает вот, что, на мой взгляд, что детям не надо продавать рецепты, это самое дурацкое, что можно себе представить, да. Это вся дидактическая литература классическая, да, 19 века рассказывала детям, как правильно себя вести, да, от этого сильно тошнит. Детей, в первую очередь. Вот, но если рассказывать про то, что мир, черт побери, сложный, и ответов-то нету, и у нас нету, ребят, для вас ответов конкретных. И это гораздо более возбуждает критическое отношение, поиск собственных ответов, чем любое объяснение, как правильно. Вообще, самое ужасное, что есть в советском наследии, да, вообще, не только в советском, но советского для меня, во всяком случае, я родился и вырос, и даже служил в советской армии, страшно себе вспомнить. Это уверенность в том, что есть абсолютная и тотальная правда, которая у кого-то есть, ее только надо вот найти и прочитать. Вот там сейчас вот мы правильно сейчас все расскажем, и все, люди, сейчас надо все объяснить человеку, он будет всем правильно поступать, понимаете? Это представление человека как абсолютно без лишенном какой-либо воли, сознания, да, вне каком-то объекте, который манипулируется извне. Это очень популярная, к сожалению, такая элитарная логика, что вот что сказали по телевизору, то и делают. Чепуха, это не так. Все гораздо хуже, если иметь в виду ситуацию в разных странах. Люди делают такой выбор и могут делать неверный выбор сами. Поэтому я как раз думаю, что такого рода великие книги, они создают другую ситуацию. Они создают ситуацию, я бы сказал, позитивной неопределенности, критического отношения к наследию и уверенности в том, что с ним что-то можно делать. Не обязательно мы знаем, что можно делать, но есть какие-то принципы внутренние. Вот один из принципов, который в Гарри Поттере совершенно точно есть, что не все правила надо соблюдать. Вообще Гарри Поттер это такой хулиган, строго говоря. Он нарушает правила. Но он нарушает правила не просто так. Он нарушает правила тогда, когда они вступают в конфликт со справедливостью. И вот это как раз топ-месседж, который очень хорошо считывается. И кажется, я понимаю, почему у консерваторов такая бешеная реакция на Гарри Поттера. Даже не потому, что там все это сатанизм и все это. А потому, что он правила нарушает. Он не хочет слушать взрослых. Он папа не слушается, понимаете? Папа ему говорит, а он делает не так. Ему взрослые говорят, не летай, а он летает. Ему взрослые говорят, не ходи в эту комнату, а он идет. И это как раз, и это позволяет ему становиться героем. И он герой именно потому, что он идет за справедливостью, а не за правилами. Потому что если он говорит за правилами, то будет Девил Долгофубсом. Он тоже хороший. Да, но он другой. Он точно не герой. Подождите, но потому, что такое справедливость, нужно научить? О! Вы знаете, мы тогда, значит, надо определить, понять, что такое научить. Я думаю, что самое плохое, что мы можем сделать, и самое ужасное, это предполагать, что мы знаем, что такое справедливость, а дети нет. Я в этом сомневаюсь. Я думаю, что дело обстоит не так. И дело в том, что мы можем поставить перед человеком вопрос и пытаться ему показать, ну, пытаться дать ему возможность решить. Да? И это очень сложно. Это, правда, очень сложно, потому что я этот эксперимент имею со своими тремя детьми, значит, и с разными последствиями. С точки зрения своего собственного неумения это сделать, но то, что я стараюсь не делать, так это я стараюсь не объяснять, как правильно. Потому что, опять же, не мной сказано давно и правильно, да? Как там, не бойся ни глада ни хлада, а бойся единственной ты одного, того, кто скажет, я знаю, как надо. Вот никто, я не чувствую себя, я не верю, что есть такой человек, такой взрослый, который детям расскажет, как надо. Что такое справедливость, что такое правда, что такое добро и зло, понимаете? Вот мне кажется, что есть вещи, которые либо мы сами должны, так сказать, вести себя соответственно, да, и на этом дети будут это видеть. Либо давать им возможность это, ну, решить самим. И мне кажется, что это очень ответственная штука, но это... И понятно, что очень хочется рассказать, так, ходи здесь, здесь не ходи, читай это, этого не читай, да, дружи с этим, с этим не дружи. Это универсальный такой вещь, который все родители пытаются сделать, и это худшее, что мы можем сделать с детьми. И вот это, как раз, мне кажется, книжка не про это, да? Вот объяснять, что такое справедливость, она не будет. Но она показывает, что вот есть способ, да, нарушить правила, украсть клювокрылое. А есть способ их соблюсти, но тогда он погибнет, понимаете? И понятно, что... И вроде по процедуре же, по закону, они собрали совет, они решили... А что, между прочим, вот я в университете работаю, представьте себе ситуацию. На занятиях, так сказать, какой-нибудь студент в результате действия преподавателя получил травму. О-о-о, то, что начнется. Это лучшее, если уволят преподавателя, это лучшее, что будет. В общем, в приблизительном виде преподаватель будет осужден, ну, может быть, условно. Поэтому в конкретной ситуации, если помните, что там было, да? Драка спровоцировала, значит, клювокрыло, клювокрыло его толкнул, там он заорал, но какая-то там у него травма, может, была, или он там его поцарапал. По формальным основаниям, все, абсолютно все, не подкопаешься. Ребенок, его, так сказать, какое-то опасное существо нанесло травму, которой, так сказать, нельзя, конечно, вот поэтому. Все, все, все абсолютно по процедуре. И вот история, как там внутри рассказывают про клювокрыло, это история как раз, как справедливость сталкивается с законом. Вот когда есть, так сказать, буква закона, а есть дух закона, и Гарри Поттер как раз это дух закона, он говорит про справедливость, а не про то, как вот надо, да, не про норму. Потому что эта норма, оказывается, да, не совпадает с той реальной справедливостью, которую он за этим видит. То, что происходит после книги, я уже сейчас упомнил, не издаваясь, лет 20, но это уже начало. А то, что происходит сейчас, и ровно неизвестно с тем, что в Твиттере написывают эту вселенную, и это, собственно, по тому, и... Ну вот, да, вот история с Дамблдором как раз классическая, да, она вдруг... То есть не то, что вдруг, нельзя сказать, что там этих разговоров не было, но она нигде об этом не писала, и нигде никогда... Сказала, да, сказала довольно давно. Да нет, нет, сказал, но в книгах этого не было. То есть она это сказала по факту. Вообще, вообще это любопытная штука. Я вот не большой знаток по литературе постмодерна, но вообще это довольно любопытно, когда у вас есть какой-то герой, у него есть какие-то черты, он как-то действует, вот про него какая-то есть история, он погибает прямо в конце. Ну или там не в конце, да, вы помните, в какой книжке. Но потом про него вдруг сообщает сам автор некую такую важную информацию, которую, значит, интересно его проинтересно, например, смотреть. Но вот так, видимо, в современной литературе функционирует. Я не вижу никаких изменений. Я скорее вижу, как углубляются вот это, вот те вещи, которые, может быть, они не сильно были прописаны, да, или проговорены. Это такой вообще замечательный ход. Я не знаю вообще, насколько это принято в литературе, но это, по-моему, замечательно, когда автор может, так сказать, просто фактум доработать, так сказать, какие-то черты, а вот тут еще немножко дорисуем, а тут еще немножечко досочиняем. И ну, красиво получается очень. Поскольку там действительно возникает, именно про меньшинство, там довольно много всего возникает. Вот Поттер Мор как раз вот это вот, похожее даже не на Геббельса, вот это вот цитата из «Предка Малфоя», а это прямая аллюзия из юдафобского журнала Юлиуса Штрайхера, Дер Штюрмер, собственно говоря, который единственный журналист, который был казнен в результате приговора Нюрнбергского суда за, собственно говоря, за то, что его антисемитский журнал напрямую участвовал в производстве, как бы, да, антисемитизма, ставшего государственной политикой и воплотившимся в Холокост. Поэтому вот, мне кажется, что это пример такой. Спасибо.